Бронхоскопия В 1908 году Брюнинг сконструировал бронхоскоп уже с дистальным освещением, который применяется до настоящего времени. В течение примерно 50 лет бронхоскопия находилась в руках отоларингологов и использовалась для извлечения народных тел. А внедрение в клинику современного наркоза способствовало расширению показаний бронхоскопии. В 1956 году Фридель создал ригидный дыхательный бронхоскоп, и это позволило выполнять бронхоскопию не под местной анестезией, а под общим обезболиванием с искусственной вентиляцией лёгких. Большую роль в становлении бронхоскопии сыграли отечественные учёные. Это Шнайдер, Ваячек, Трутный, Лукомский, Йофо, Климанская, Овчинников. В 1968 году Экеда создал гибкий бронхоскоп, что увеличило ценность диагностической и лечебной бронхоскопии и стало возможным осматривать бронхи до 5-6 порядков включительно. И, наконец, в 1984 году в Соединённых Штатах были созданы видеоэндоскопы. Показания к бронхоскопии чрезвычайно широкие. Это подозрения на центральную периферическую опухоль лёгкого, бронхостенозы от электаза и неясной теологии, хронические воспалительные и наглядительные заболевания лёгких, диссеминированные заболевания лёгких, инородные тела, стеноза трахеи крупных бронхов и так далее. Противопоказания остаются неизменными. Это острый инфаркт миокарда, острый инсульт, сердечно-лёгочное и сердечно-сосудистые недостаточные с третьей степени, пароксизмальная тахикардия, отриовентрикулярный блок и, наконец, крайне тяжёлое состояние больного, когда диагностическая бронхоскопия уже не может повлиять на диагноз. Бронхоскопию всегда выполняют после получения анализа в крови, группа крови резус-фактора, после сдачи анализа в крови на ВИЧ-инфекции вирусный гепатит и после получения электрокардиограммы. Перед бронхоскопией обязательно необходимо проводить рентгенологическое исследование, которое включает рентгенографию, линейную томографию, компьютерную томографию. Исследование, как правило, выполняется под местной анестезией. За 30 минут до исследования вводится 1 мл 0,1% раствора атропеносульфата для снятия вагусного влияния, а больным с бронхоспазмом или с наклонностью к бронхоспазмам выполняется исследование после введения внутривенной эуфелина 10 мл и непосредственно перед началом местной анестезии дают вдохнуть 1-2 дозы аэрозоли, которым пользуется пациент. Для анестезии используем 2,10% раствор ледокаина. Как правило, исследование выполняется под местной анестезией. Показанием к общему обезболиванию является непереносимость анестетики. Важной составной частью диагностической бронхоскопии является биопсия. Она выполняется как для верификации диагноза, так и для определения распространенности процесса по трахеобронхиальному дереву. Во время бронхоскопии забор материала для цитологического и гистологического исследований производят несколькими способами, каждый из которых имеет свои показания. Начинаем мы всегда с аспирационной биопсии. Для бактериологического исследования на бакпосев и чувствительность к антибиотикам материал забирают в стерильную пробирку, для цитологического исследования на атипические клетки микобактерий и туберкулезов – стеклянный флакон. Противопоказанием к этому способу биопсии является наличие крови в трахеобронхиальном дереве. Далее – это прямая щипцевая биопсия, показана при центральных и периферических опухолях лёгких и при диссиминированных заболеваниях лёгких. Противопоказания – это гемофилия и опухоли трахеобронхи, которые являются источником активного лёгочного кровотечения. Для верификации диагноза необходимо брать 5-6 биопсийных фрагментов. С первого всегда делают мазок отпечаток на предметное стекло. Второй способ – это браж-биопсия, впервые предложенная Хаттере в 1964 году. Это биопсия с помощью щётки-скорификатора для подсверждения, для верификации диагноза центральной периферической опухоли лёгких. Здесь делают несколько мазков отпечатков на предметное стекло, то есть столько, сколько получится. Фридель предложил выполнять катетер-биопсию при периферических полостных образованиях лёгких. Исследование выполняется в рентгеновском кабинете. Вначале под контролем бронхоскопа катетер вводят в устье соответствующего сегментарного бронха, а под рентгенологическим контролем проводят уже в патологический очаг. Щипцевая браж-биопсия периферических образований под рентгенологическим контролем, но точно так же ориентируемся мы на рентгенографию в прямой и боковой проекции, и как минимум берём 2-3 кусочка для гистологического исследования. Трансбранхиальная биопсия лёгкого впервые была выполнена Андерсоном в 1965 году. Как правило, используется для диагностики периферических инфильтратов и диффузных поражений лёгочной ткани. Противопоказаниями являются поликистоз лёгких и выраженная эмфизема, так как это чревато тяжёлыми осложнениями. То же самое выполняется в рентгеновском кабинете под контролем экрана и ориентируемся на самочувствие пациента. Если больной чувствует какой-то укол, неприятное ощущение, это значит, мы коснулись висцеральной плевры, и щипцы в таких случаях надо отводить, чтобы не было никаких неприятностей. Вот показана трансбранхиальная биопсия лёгкого. Осложнение – это пневмоторакс. Поэтому не следует выполнять биопсию с двух сторон, не следует выполнять больным с поликистозом и с выраженным эмфиземой лёгкой. Трансбранхиальная биопсия лёгкого под контролем эндосонографии. Тандомизированные исследования показали, что при образованиях менее 3 и 2 см чувствительность трансбранхиальной биопсии лёгкого под геологическим контролем составила 31,23%, а под контролем эндобронхиальной ультрасонографии – 75,71%. Показаниями к трансбранхиальной тонкоигольной аспирационной биопсии являются стадирование рака лёгкого, верификация паратрахиальных и парабронхиальных опухолей, верификация опухолей средостения, уточнение генеза лимфоденопатии, подтверждение диагноза саркоидоза и диагностика загрудинного зоба. Эффективность метода чрезвычайно высока. В дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных поражений лимфоузлов средостений и корней лёгких чувствительность метода трансбранхиальной тонкоигольной аспирационной биопсии составляет 94-96%, специфичность 100%, точность 94-97%. При крупноклеточном раке лёгкого эффективность трансбранхиальной аспирационной биопсии составляет 88%, при немелкоклеточном раке – 90%, при плоскоклеточном – 93%, при аденокарциномии мелкоклеточном раке – 96%. Но осложнения чрезвычайно редко встречаются, 0,46% случаев. Описаны случаи пневмоторокса, гемопневмомедиастиного, пневмомедиастиного, бактериемии, но в нашей практике осложнений не было. И, наконец, бронхоальвеолярный лаваш, поскольку в последние годы частота, как уже мы слышали из предыдущих докладов, основным симптомом которого является выраженная одышка, выросла. Поэтому бронхоальвеолярный лаваш – это дополнительное исследование для установления характера лёгочного заболевания. Этот метод получения клеток и жидкости из глубоко расположенных отделов лёгочной ткани необходим как для фундаментальных исследований, так и для клинических целей. Впервые он был выполнен в 1961 году, и показаниями к нему являются диффузные интерсоциальные заболевания лёгких, как, опять же, мы слышали из предыдущих докладов, которые представляют чрезвычайно сложную проблему. К ним относятся саркоидоз, аллергический альвеолит, идиопатический фиброз и так далее. Обычно вводят по 60 мл жидкости, многократно, всего до 300 мл, и объём полученной жидкости составляет 70-80% от объёма физиологического введённого раствора. Тут же отправляют в лабораторию, из осадки готовят маски и отпечатки, и подсчитывают 500-600 клеток, на них определённое количество альвеолярных макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов, и азинофилов, и других клеток. Таким образом, как видно из вышеизложенного, диагностическая бронхоскопия всегда заканчивается тем или иным способом биопсии, и во время бронхоскопии мы должны верифицировать диагноз, так как без этого невозможно проводить адекватное лечение. Благодарю за внимание.